В студии столицы Нижняя руководитель проекта Рождественской стороны Александр Алексеевич Сериков. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Алексеевич, в минувшие выходные вы праздновали шестую годовщину Рождественской стороны. Вот расскажите, как все прошло. Да прошло прекрасно. Что было? День улицы Рождественской, придуманный шесть лет назад и чуть больше, значит, это праздник, который был приурочен к Дню Рождества Пресвятой Богородицы. Он празднуется всегда в один и тот же день, 21 сентября. Но не всегда 21 сентября выходной день, а в будни праздники проводить, сами понимаете, для самих себя. Значит, поэтому мы провинозначили его на 24 сентября. Вплоть до 23 сентября была пасмурная, моросящая погода, с неприятностями. И с утра Богородица нам улыбалась. Поэтому было много людей, было хорошо, тепло, так спокойно, по-семейному, очень уютно. Значит, в этом смысле я доволен. Хорошо, а шесть лет для такого проекта, как Рождественская страна, это много или мало, если мы говорим о такими категориями? Вы знаете, проект городской. Городской, что я подразумеваю сейчас под городским? Значит, органы городской власти управления в этом принимают самые непосредственные участия. Планы, которые ставились, они, скажем так, очень грандиозны. Во-первых, цель создания территориального культурно-досугого центра. Значит, причем, что мы вкладывали в это понятие? Не только организацию праздников, собственно говоря, День улицы Рождественской – это праздник. Мы вкладывали туда очень многое. Во-первых, изучение всей истории объектов культуры наследия и ценной исторической среды. То есть добавить знания. Значит, мы делали это самыми разными способами. Второе – привести в надлежащее состояние все объекты, находящиеся на территории Рождественской страны. А это немало. Это от Чкаловской лестницы до моста. Так, это Нижневолжская, Рождественская, набережная Федоровского, Ильинская, Добролюбова, значит, улица Кожевина. Значит, и все остальные переулки, которые там, поперечники. То есть это, я бы сказал, это колоссальная задача. Значит, она, к сожалению, у нас выполнена была только частично. Значит, причем в основном это была улица Рождественская, некоторым образом улица Кожевина. Но, то есть, работа в этом отношении велась, но она не закончена. И, отвечая на ваш вопрос, много ли это мало, ну, вот с этой точки зрения, надо сказать, что мало. Ну, одной из причин, это отсутствие импульса управляющего воздействия в лице руководителя города. Значит, пока мы не нашли, как бы, консенсуса и понимания по этому вопросу с нынешним главой города и главой администрации, они пока интерес к этой теме не проявили, к продолжению проекта. Тему, которую на текущей неделе мы попытаемся пообсуждать, значит, вместе с Министерством промышленности и поддержки предпринимательства, значит, который возглавляет Люнин Евгений Борисович, о создании здесь в рамках проекта Рождественская страна, дополнительного проекта Рождественская страна, «Музей под открытым небом». Углубление знания дает возможность повышения не только привлекательности территории, но и более бережного отношения и к истории, и к нынешнему состоянию со стороны жителей, которые живут в этом городе. Недавно уволился Саша Сурин. Вот скажите, как-то его уход скажется на дальнейшем развитии Рождественской страны? Саша Сурин возглавлял муниципально-автономное учреждение. Значит, оно создано юридически по моей инициативе, Олег Александрович подписал соответствующее решение. Значит, я нашел Сашу Сурину, он был у меня помощником депутата законодательного собрания. Он после долгих раздумий согласился, начал активно и творчески включаться в процесс и очень многое приобрел. То есть, я очень сожалею о том, что мы работать дальше не будем вместе. Я считаю, что уход его преждевременным, хотя, с другой стороны, что такое преждевременный? Он молодой человек, ему 28 лет, он уже 5 лет поработал директором муниципально-автономного учреждения, можно расти. А с другой стороны, если как бы для продолжения дела, связанное с развитием проекта, с развитием общественного пространства, то, вне всякого сомнения, с моей точки зрения, это очень большая потеря. Причем она, эта потеря, незаслуженная. Больше вам говорить не буду. Сегодня, когда у инвесторов не хватает денег, мы это понимаем. Как вам удается с ними работать? С инвесторами, с администрацией города, с областью? Вы знаете, дело это очень сложное, потому что найти денег практически нет. Сейчас вот нужно готовить 4 ноября, праздник 4 ноября, который традиционно на улице Рождественской, на Рождественской стороне проходит. Денег бюджетных нет ни копейки. Но провести этот праздник надо, потому что он уже стал традиционным. Значит, и мы сейчас в раздумьях, как мы это будем делать. Основная задача организаторов заключается в том, чтобы создать такой контент, назовем это таким, или содержание, и донести его до людей, для того, чтобы их пришло, допустим, не меньше 3 тысяч человек на праздник. Вот, кстати, на нашем празднике, день улицы Рождественской, было 5 тысяч человек. Значит, и вот нужно, чтобы они пришли, и тогда появляются те, кто торгуют сувенирами, те, кто продает питание, те, кто продает различного рода услуги. Допустим, мы очень благодарны Теледва, значит, они внесли определенную сумму, вот сейчас, в день улицы Рождественской, и до самого позднего вечера они занимались там продвижением своей компании. То есть, это взаимный интерес. Надеюсь, что у нас произойдет вот это и в ближайшее время. Значит, и я вам что скажу, основное достижение, вот, МАУК Рождественской страны, то есть, автономного учреждения культуры Рождественской страны, заключается в том, что очень профессионально, то есть, разработаны подходы профессиональные, значит, для того, чтобы поднять уровень уличной культуры в нашем городе. Вот это очень важно. Уровень уличной культуры. И я с вами соглашусь. Александр Алексеевич, спасибо большое за участие в нашей программе, и спасибо за ту работу, которую вы делаете. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!